Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала МедиАнфорум. Практически каждую передачу на этом канале мы с вами начинаем с того, что по-прежнему перед нашей страной стоит задача возвращения наших территорий, которые оккупировала, аннексировала Российская Федерация 7 лет назад. Именно 7 лет назад Россия аннексировала Украинский Крым, оккупировала отдельные районы Луганской и Донецкой области. Я убежден, что у Украины возникнет возможность вернуть обратно наши территории. Тем более вот тому сопутствует, что называется, попутный ветер. Дело в том, что, как вы прекрасно знаете, мир постепенно отказывается от петрономики. Постепенно переходит к альтернативным источникам электроэнергетики. По оценкам российского экономиста, бывшего министра экономики, ныне руководителя крупного российского банка господина Германа Грефа, российская экономика, внимание, за ближайшие 14 лет потеряет более 192 миллиардов долларов, либо 7,7% балла внутреннего продукта от ухода современного мира от петрономики. А просто-напросто ни российский газ, ни российская нефть миру больше нужны не будут. И безусловно, учитывая российский раздутый государственный бюджет, учитывая раздутый российский бюджет на финансирование вот этих вот гибридных войн, которые осуществляет Россия, и этот огромный государственный бюрократический полицейский аппарат, который был создан в России за время правления Путина, Россия не сможет вынести такие потери за счет сокращения поставок своих энергоносителей. Это значит, что у Украины появляется шанс не только вернуть обратно свои территории, но и действительно совершить свою историческую миссию, а именно экономически обогнать Российскую Федерацию, тем более, что мы не являемся страной, страдающей от нефтяного проклятия. У нас экономика располагает к инвестициям, к развитию, и об этом мы сегодня будем говорить. Я с удовольствием представляю моих гостей. Это Эдуард Караджей, экономист. Это Артем Чернышоп, бизнесмен, осуществляющий свою деятельность в Эстонии. Эстонский предприниматель. Здравствуйте, Артем. Добрый вечер. Эдуард, вопрос первый к вам. Когда мы говорим об инвестициях в украинскую экономику, я описал политическую задачу. Теперь ваш черед. Мы говорим об экономической механике, перспективной отрасли украинской экономики, куда могут прийти инвестиции. Вы, наверное, следили за визитом президента США. Он подготовил огромный пакет потенциальных инвест-возможностей для наших партнеров. Насколько эти возможности отвечают запросу партнеров? Хороший вопрос, такой глобальный. Знаете, в принципе, инвестиции могут быть в любой сфере. И в торговле, и в средстве жилья, и в средстве авиасудин, и морских, скажем, транспортных средств. Большой объем инвестиций в Украине, как не видится перспективно, это военно-промышленный комплекс. Украина сегодня вошла в десятку стран по продаже оружия. Идет динамика положительная, что можем скоро войти, ну, если не в пятерку, то хотя бы в семерку, восьмерку стран. Мой вопрос, опять же, когда мы говорим об инвестициях, ну, здесь надо понимать, для чего мы это делаем, для чего нам инвестиции нужны. Если мы просто, чтобы деньги вошли в Украину, и поставить там очередную галочку, какой-то рекорд, или там очередной миллиард, этого недостаточно. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции давали рост экономике. Более того, если к инвестициям неграмотно и неправильно относиться, они могут иметь еще и отрицательный характер. К чему я это ведусь? Сегодня, условно говоря, мы в одной из сфер заведем крупного иностранного инвестора. Это будет, неважно, сколько денег вложено, да? Но взамен мы получим сокращение рабочей силы, потому что, понятно, новая инвестиция, она более современная, она менее трудоемкая, более высокая экономическая отдача. И поэтому вынуждены многие будут в Украине закрыться, потому что пришел инвестор. Смотрите, Эдуард, давайте так. Я не говорю сейчас о том, чтобы в Украине появился очередной какой-то крупный гипермаркет, либо очередная служба по прокату чего-то, потому что это тоже считается инвестицией. Я говорю о капитальных инвестициях, которые сопровождаются трансфером технологий и трансфером рабочих специальностей. Вот чему я это говорю. Веду к тому, что очень важно, чтобы эти инвестиции, их результат-продукт был направлен на экспорт, чтобы то, что в Украине производилось, чтобы оно продавалось. Почему? Потому что тут рынок Украины, который сегодня есть вроде бы как потенциально большой, 42 миллиона населения, но по экономическим возможностям он значительно уступает ряду европейских стран, которые численностью значительно уступают в Украине. Спасибо, Эдуард. Вопрос Артема Челнышева. Артем, вы меня слышите? Да, да. Недавно ваш президент, госпожа Керсти Калюлайт, будучи в Украине, дала интервью газете «Европейская правда», которая призвала своих инвесторов не инвестировать в Украину, а только лишь торговать с Украиной, учитывая проблемы с судебной системой, которая у нас есть в стране. Это оценка политического лидера Эстонии, которая в скором времени уйдет в отставку, будет другой президент в Эстонии. Какая оценка эстонского уже в отставке? Какая оценка эстонского бизнеса, рисков и возможностей в Украине? По моей оценке, сколько я общаюсь со своими клиентами и смотрю за ситуацией, эстонские бизнесмены расценивают Украину. Да, как страну с некими рисками, но это не пугает их делать инвестиции и искать себе партнеров в Украине. Поэтому в целом я считаю, что ее оценка была неверна. Украина огромная страна с огромными возможностями, почти в любом магазине в Эстонии можно найти и украинские товары. И у меня много есть клиентов, которые интересуются украинским рынком, и я веду несколько проектов по налаживанию сотрудничества эстонских бизнесменов с украинскими компаниями именно в плане не только торговли, каких-либо инвестиций, вложений, открытий реалов в Украине и наложивания технических связей. Артем, скажите, пожалуйста, когда мы говорим об инвестиционных проектах, естественно, мы подразумеваем, что мало иметь какой-то такой вот проект, какую-то визию проекта, необходимо его соответствующим образом еще и упаковать. Исходя из вашего опыта, что хотят видеть европейские инвесторы? Каким образом необходимо им презентовать украинские проекты так, чтобы сюда не просто зашли меморандумы о намерении проинвестировать, а реальной инвестиции? Холодный расчет. Успех эстонской экономики, его первый основной фактор – холодная голова при принятии в расчетничества. То есть очень медленно, делается глубокий анализ, в славянской культуре получается поговорка 7 раз в отреле, 1 раз в отреле. Поэтому вот здесь может быть разница подходов и какая-то точка пристановения. Если украинская страна согласна и принимает такого рода видение, то есть медленный-медленный запуск, но зато стабильное существование проекта в дальнейшем, то все гарантировано. Спасибо, Артем. Эдуард, вопрос к вам. Вы наверняка ознакомились с перечнем вот этих инвестиционных направлений, которые украинская делегация предложила нашим партнерам из Соединенных Штатов Америки. Народный депутат Алексей Гончаренко у себя в Фейсбуке опубликовал часть потенциальных вот этих проектов. Может быть, вы знакомились с этим. Насколько вообще у вас такой подход вызывает доверие? Насколько он корректный, правильный? Может быть, было бы правильно определить 2-3 крупных инвестиционных проектов и полностью государственные приоритеты сосредоточить на реализации этих проектов? Не нужно распыляться, не нужно по-стахановски собирать со всех министерств данные и формировать буквально на коленках вот этот пакет потенциальных инвестиционных приложений? Ну, во-первых, я бы не ограничивал возможности сотрудничать только с государством Украины. В Украине тоже есть инвесторы, свои сферы деятельности, без которых даже, к сожалению, ни один крупный бизнес, пусть он будет американский, мировой любой страны, самой крупной экономикой не сможет справиться в Украине, потому что будет очень много лоббистов, которые просто будут мешать. Такие наши украинские, скажем, реалии. Я бы видел то, что Украине необходимо и можно и с Америкой сотрудничать, опять же, повторюсь, это те вещи, которые очень для Украины трудоемкие. Почему? Потому что достаточно свободное количество, достаточно дешевой рабочей силы. Это могли бы быть даже инфраструктурные проекты, связанные с той же железной дорогой, которая соединила бы порты Черного моря в Украине с Балтийскими портами и смогла бы ускорять, скажем так, способствовать транзиту китайских грузов в страны Европы. Это очень хорошее, скажем так, направление и возможность для Украины. Тот же авиапром, опять повторюсь, тот же военно-промышленный комплекс. То есть то, что Америку бы заинтересовало на территории Украины, где есть ресурсы, где достаточно дешевые, причем ресурсы, скажем так, природные, в том числе трудовые ресурсы, а уже технический потенциал американский, и финансы американские, потому что в Америке их бизнеса могли бы найти какую-то такую синергию развития и давали бы результат. Потому что любого инвестора его что интересует? Более выгодная среда, где он находится сегодня. То есть Украина должна предложить более выгодное, что сегодня из-за того американского бизнеса, где он сегодня работает. Спасибо, Эдуард. Вопрос Артему. Артем, вы меня слышите? Да. Артем, Эстония сравнительно небольшая европейская страна, но Эстония очень успешная страна, и прежде всего благодаря своей дигитализации. Естественно, что если страна не обладает серьезными, скажем, энергетическими ресурсами, либо у нее нет серьезного рынка просто в силу численности населения, значит тогда страна стимулирована проводить необходимые реформы с тем, чтобы упростить ведение бизнеса, с тем, чтобы многие процессы дерегулировать. Этим путем пошла, собственно, Эстония, предложив некую модель дигитализации, аналогов которой нету во многих европейских странах, особенно странах Старой Европы. Насколько вот эта модель дигитальной экономики, дигитализированных бюрократических процессов помогает вашей стране привлекать иностранных инвесторов? Насколько вообще это важно для иностранного бизнеса? Это моя любимая тема и гордость моей страны, дигитализация, потому что все делается очень быстро, очень просто, и я уже не помню, когда последний раз я ходил лично в какой-то департамент. Все абсолютно делается по e-mail, дигитальными подписями, все доступно, все очень быстро и просто. Это очень привлекает инвесторов, то есть гражданин Евросоюза, он может открыть фирму в Эстонии, не приезжая в Эстонию, для этого она примерно минут 30-40, на 200 евро, и фирма открыта. Соответственно, вся отчетность точно так же подается дистанционно, налогообложение очень лояльное, поэтому это очень большое наше преимущество. Мы делимся этим опытом со всеми странами, мы с радостью приглашаем всех специалистов из разных стран, чтобы делиться этим опытом, чтобы эти технологии внедрялись, потому что когда это будет прозрачно между странами, как сейчас, допустим, налоговая система между Финляндией и Эстонией, много эстонских компаний работает в Финляндии, и наоборот. Теперь даже счета, выставляемые эстонскими компаниями на финские компании, в Финляндии и Эстонии автоматически их видят в своей системе. То есть сразу же моментально идет взаимозачет, мы видим, кто где платил какой налог. Поэтому это, я считаю, это огромный прорыв. Интересно. Спасибо, Артем. Эдуард, вопрос вам. Вот смотрите, мы говорим очень часто о инвестиционных проектах, которые потенциально могут быть реализованы не только на уровне нашего государства, но и на уровне объединенных территориальных громад, особенно в контексте процесса децентрализации, который у нас происходит в последние годы. Насколько вообще объединенным территориальным громадам удается привлекать инвестиции? Знаете ли вы примеры, когда реальные инвесторы пришли в объединенные территориальные громады и что-то изменили в социоэкономической ситуации? Ну, есть такие примеры. Их, к сожалению, не очень много. Почему? Потому что те территориальные громады, которые сегодня сформированы, они, как правило, сформированы в сельской местности. И там недостаточное, скажем так, возможности и потенциала, прежде всего, опять трудовых ресурсов, нету и квалификации. Но мы видим яркие примеры в Западной Украине, где порядка сегодня семи заводов автопрома, которые объединяют порядка 60 тысяч человек. Причем это инвестиции... Это заводы закрытого цикла? Нет, это закрытого цикла, конечно. Но они, скажем так, не отверточная сборка автомобилей. Это шьют чехлы, шьют сидения, электрокабеля делают. Но там добавочная стоимость тогда небольшая. Ну, почему? Ну, какая бы есть, но это есть. Это не полуфабрикаты, не сырье. Выходит, скажем так, готовая продукция. И с каждым годом количество таких заводов все вырастает. Причем инвесторы абсолютно разные. Там есть и немцы, там есть и корейцы, и японцы. То есть, это один положительный пример. Второй пример – это Германия, которая выкупила, скажем так, представителей Германии, немецкий бизнес, выкупила 7 сахарных заводов. Вернее, то, что от них оставалось. Почему? Потому что вывеска была. Купили, понятно, вложили немецкие технологии. Мы говорим про какую часть Украины? Это Полтавская область, Кировоградская область, центральная часть. И в итоге получилось, что сегодня немцы эти заводы продают. То есть, у них бизнес не пошел. А не пошел почему? Потому что они своей немецкой педантичностью, или не знаю, кто или не делал проекты расчеты, они не посчитали то, что заводы зависит от сырья, а сырёй зависит от фермеров. А фермеры сегодня не постоянны. И в итоге того, что нет постоянного сырья, цена, предоставляемая украинскими фермерами, колеблется, сделала производство невыгодным, нерентабельным. И вот тот пример, когда громада должна была бы поддержать данного немецкого инвестора, ничего не получается. Поэтому примеры есть и положительные, и отрицательные. Спасибо, Эдуард. Вопрос и Эдуарду, и Артему. Но начнем с нашего гостя из Эстонии, Артема. Артем, вы меня слышите? Да. Артем, мы с вами вышли из одной светской шинели, и Украина и Эстония долгое время являлись частью советского проекта. Слава Богу, с 1991 года и ваша страна, и наша страна обрели независимость и пошли таким евроатлантическим путем. Вы уже дошли, мы только идем в Европейский Союз и в НАТО. У меня вопрос в следующем. Я почему, собственно, вам об этом напомнил. Вот советская плановая экономика, она заключалась в том, что, несмотря на то, что был некий единый план, то есть было много планов для государственных предприятий в Советском Союзе, при том, те же самые предприятия, они могли в неконкурентный способ ехать и договариваться о каких-то поблажках, о своих особых курсах валют, если они занимались экспортными операциями. Они могли корректировать вот эти производственные планы. И поэтому советскую экономику всегда называют экономикой торга, потому что она была несправедливая, она была построена на государственных концессиях, на государственных уступках лояльным и государственной строгости по отношению к нелояльным представителям госсектора. Мы живем в эпоху рыночной капиталистической экономики, которая подразумевает, что государство должно устраивать абсолютно справедливые правила игры для всех участников рынка. У нас в стране полтора года назад шла дискуссия о возможности поддержки иностранных инвесторов, создания так называемых институтов инвестиционных нянь, которые должны были бы брать за ручку инвесторов и проходить с ними все бюрократические круги с тем, чтобы им было максимально комфортно здесь. Насколько вообще этот подход оправданный и насколько он реализован в Эстонии? Лично мне кажется, что было бы правильно, если бы весь бизнес был в одинаковых условиях, и эстонский бизнес скорее бы приходил в Украину, зная, что вне зависимости от страны происхождения капитала к нему одинаковое отношение. Неважно, это украинский капитал, либо европейский. В Эстонии существует организация, которая помогает эстонским предпринимателям выходить на экспортные рынки и привлекает рубежных предпринимателей для инвестиций в Эстонию. Я также с вами согласен, что должны быть условия абсолютно равные, но государство все равно должно участвовать в этом, потому что у государства больше рычагов управления самой структурой. Допустим, наша организация, я больше работаю на экспорт и могу сказать, как это устроено для эстонских предпринимателей на экспорт. Я думаю, что точно так же все это развито и наоборот. Если я прихожу, и мне интересен норвежский рынок, есть в Норвегии представитель, эстонский представитель данной организации, который одобрен всевозможными департаментами Норвегии, и у него есть нужные мне информации, как клиенты потенциальные, аналитики, которые помогают, стратегические специалисты. Я всегда могу обратиться, поехать. Это стоит абсолютно очень недорого, даже, по-моему, даже часть покрывает при каких-то условиях государство, если я молодой предприниматель. И мне помогают выйти на этот рынок. Соответственно, точно так же и зарубежных инвесторов привлекает Эстония. Данная организация участвует и имеет стенд на всех ведущих, во всех индустриях, выставках по Европе, где она представляется как Эстония, страна возможностей, и, соответственно, привлекает бизнесменов и инвесторов, которые посещают данную выставку. Поэтому государство обязано здесь просто помогать. Это, в первую очередь, в его интересах. Спасибо. Артем, Эдуард, пожалуйста. Вы знаете, у нас очень скептически относятся к этому проекту, к евро-няням, к инвестиционным няням. Я, в том числе, отношусь к скептикам и очень осторожно. Почему? Потому что любой инвестор может не до конца понять, в чем заключается роль этой инвест-няни. Он может понимать, что человек, который будет, скажем так, крышей, как говорят у нас, да, заносить, с кем надо вести переговоры, и все легко будет решаться. Другой будет предполагать, что у него будет зеленый свет, и он легко сможет нарушать экономическое законодательство, в том числе экологическое, трудовое право, те вопросы, которые будут в плюс инвестору и в ущерб экономике. Более этого, нужно понимать, что украинский инвестор ничем не хуже иностранного инвестора. Более того, он свой родной, и он, может, даже останется здесь, вынужден будет остаться. А иностранный инвестор вложит деньги, завтра же уйдет, и мы не получим того, чего хотели бы получить. Поэтому здесь однозначно, поддержка нужна, я соглашусь, но в каком плане? Информационным, консультационным, чтобы сегодня, скажем, какие-то сложности с переводом, чтобы те организации, которые оказывают услугу, были откровенно честны и порядочны, чтобы судьи принимали решение согласно закона, а не того, кто больше заплатил. Чтобы, скажем, вопросы решались честно. Тогда вот может быть. Но опять же, делать инвестор няню... Эдуард, у вас какая-то наблюдается профессиональная деформация, у вас инвестиционная няня автоматически становится инвестиционной крышей. Правильно я понимаю? Нет, мне это не становится, это многие могут принять, и у нас это наш, к сожалению, менталитет. Мы по-другому... В чем нам можно помочь? Как решить вопрос? Если он решается в правовом поле, это одно. Более того, у нас другие моменты, когда можно... То есть это такая мультифункциональная няня, правильно я понимаю? Ну, мне бы не хотелось, чтобы это было, почему бы это неправильно. Но няня должна учить хорошего, правильно? Однозначно. Все четко. Даже не сколько учить, а помогать в коммуне. Помогать. Да, решать те вопросы, которые ей непонятны. Но не так, чтобы это было в ущерб кому-то. К сожалению, сегодня суды... И оберегать от плохих ребят. Да. Артем, у меня будет следующий вопрос к вам. Вопрос... Артем? Да, я. Вопрос декларирования расходов и доходов граждан из Эстонии. Это очень важный вопрос. Недавно в Украине была объявлена так называемая нулевая декларация, когда каждый гражданин Украины мог прийти и задекларировать какую-то сумму, которая у него есть вот там под матрасом, под подушкой, поскольку общеизвестно, что украинцы хранят очень много денег у себя дома. Я не знаю таких украинцев, поскольку всех, кого я знаю, они так или иначе сталкиваются с экономическими сложностями, потому что действительно очень сложная экономическая ситуация, но статистика говорит о том, что денег на самом деле очень много на руках у населения. Так вот, как вы относитесь к такой инициативе и насколько эстонская власть следит не только за доходами своих граждан, но и за расходами? Это отличная инициатива. Я лично сам практически наличными деньгами не пользуюсь вообще и это очень помогает в первую очередь ввести собственный бюджет правильно, когда вся статистика есть под рукой. В Эстонии мы один раз в год подаем как частные лица декларацию о доходах. Эстония возвращает налог на добавленную стоимость частным лицам, если я отдал ребенка на какие-то курсы, сам проходил какие-то курсы. Все, что касается обучения, некоторые медицинские процедуры, которые не покрывает официальная медицинская страховка, 20% мне в конце года возвращают. Это очень приятно всем гражданам Эстонии. И да, Эстония следит, потому что подавляющее большинство это все деньги проходят через банки, банкам мы доверяем, поэтому следить эстонскому государству очень просто за всем этим. Я знаю, что если делается покупка свыше 30 тысяч евро, то это уже вызывает серьезные вопросы у налоговой службы и они при любом раскладе придут и спросят. Вначале это в виде имейла, а потом это будет личная какая-то встреча. У нас даже, я вот закончу, даже если в казино выигрывает человек более 30 евро, это уже облагается налогом. И казино платит за него налог. То есть у нас все очень контролем. Артем, кто является налоговым агентом, кто платит налоги самого предприятия, либо человек платит налоги и чувствуете ли вы как налогоплательщик, что вы своими деньгами финансируете эстонское правительство? За меня платит, если бы я был работником, не как сам на себя, то платит работодатель за меня все налоги, я получаю зарплату на руки нету. То есть он платит от себя налоги от предприятия и от моего лица он платит государству налоги. Да, я получаю зарплату нету и там это все учитывается. Да, я чувствую, как я помогаю своему государству и мне нравится, как работает наша система. Результат это стабильность и это только радует. Спасибо, Артем. Эдуард, вы такой сторонник, смотрю иногда ваши эфиры, такой жесткой руки государства, которая должна наказывать нерадивых предпринимателей, которые не платят налоги. Вы с этой идеей продвигаете, насколько мне кажется, в телеэфирах. Насколько государство преуспело в этом направлении и не считаете ли вы, например, что предпринимателям нужно помочь, особенно учитывая локдаун, коронавирус и прочее, я за государство, которое справедливую политику по отношению ко всем, а не так, что честные платят, а кто нечестный живет за счет честности. Но вы честные платите, а остальные не платят? Ну нет, я не думаю, что все не платят, но у нас, к сожалению, платят незначительная часть, более того, скажу, я может кого-то удивлю, но главный инвестор украинской экономики это население Украины. В 2020 году, когда у нас корона была, население вложило 375 миллиардов гривен, это больше 20% ВВП страны в покупку объектов недвижимости. А прибавьте, сколько ушло на ремонтные работы, на покупку мебели и всего остального. То есть мы видим, что население вкладывает значительно больше, чем любой инвестор, и даже ряд инвесторов вместе взятых, может даже больше, чем все. Поэтому, что касается контроля, однозначно он нужен. В Украине об этом очень много говорят, но практически ничего не делается. И поэтому мы видим отсутствие развития экономики в этом и происходит. Потому что дефицит бюджета, дефицит пенсионного фонда, когда деньги, пускай даже государство, должны идти на какие-то, пускай инфраструктурные проекты способствуют к кому-то развитию, в итоге эти деньги идут на закрытие дефицита пенсионного фонда. 65 миллиардов, 80 миллиардов ежегодно, и бюджет уходит на покрытие пенсионного фонда. Люди, которые не вложили своих собственных, скажем так, затрат, социальных взносов при официальной заработной плате, сегодня, пускай получают минимальную зарплату, но таких у нас миллион 850 тысяч. Если мы возьмем, опять же, работающих в стране, в Эстонии явного этого нет, 11,5 миллионов активных людей, то есть активного возраста, просто нигде не числятся. Они нигде не работают. Поэтому, да, у нас работают 2,5 миллиона пенсионеров, которые, к сожалению, вынуждены работать. Поэтому, вот если бы у нас все было так, как в Эстонии, поверьте, мы были бы впереди Европы всей. Ну что же, я думаю, что у нас наверняка будет так, как в Эстонии. Эдуард, спасибо большое, что пришли в студию Медиаинформа. С нами был Эдуард Караджей, экономист, сотрудник Одесского национально-экономического университета. И по видеосвязи с нами был предприниматель из Эстонии Артем Чернышев. Артем, большое спасибо. Передавайте привет братскому эстонскому народу. Уважаемые телезрители, спасибо большое, что были с нами на телеканале Медиаинформ. Увидимся уже завтра в 18.00, точнее, не в 18.00, а скорее всего, в 19.30 будет интервью с Андреем Речем Пятковским, известным деятелем, который борется, активно борется с путинским, авторитарным российским режимом. И мы с ним поговорим о том, что может сделать Запад для того, чтобы защитить Украину от российской агрессии. Оставайтесь с нами на Медиаинформе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова